Всем привет, друзья! Многие люди говорят, что они хотят похудеть. Но что они под этим подразумевают? Они подразумевают под этим снижение жировой массы, а не мышечной. И знаете, когда начинается снижение массы? Когда в нашем организме недостаток калорий, то есть дефицит калорий. И тогда наши мышцы и жир горят. И организму абсолютно пофиг на то, что ты хочешь сжечь только жировую массу. Он будет сжигать также и мышечную, которую ты копил целыми годами. Но возможно ли такое, что если организм начнет сжигать висящие куски жира, а мышцы ваши не тронет? А? Возможно? Сейчас мы это разберем. Ну что же, все-таки возможно потерять жир и потерять не такое большое количество мышц, как вы могли бы потерять при других условиях. Но сейчас мы разберем условия, которые будут для вашего организма, для ваших мышц выгодны. Во-первых, нужно кушать больше белка. В вашем дневном рационе должно быть 2 грамма белка на килограмм веса. То есть получается, если человек весит 60 килограмм, то ему нужно в день съедать 120 килограмм. Как вы это посчитали? Мы просто умножили 60 на 2, потому что на 1 килограмм нам нужно 2 грамма белка. И многочисленные исследования доказали, что даже без тренировок при употреблении белка жир будет сгорать. Потому что будет дефицит углеводов. А белки это важная консистенция, которая нужна для образования мышц и поддержания вашего веса в тонусе. То есть вес не будет уходить, если вы будете кушать белки, но сократите углеводы. Почему? Потому что углеводы прибавляют вам жир, то есть массу общую. А белки это строители мышц. И логично, что если вы будете кушать белки, то ваши мышцы будут оставаться в таком же положении и не будут уходить. Потому что они будут иметь достаточно белка. Второе. Сохраните силу во что бы то ни стало. Что это значит? Это значит, что если вы будете тренироваться с маленькими весами, то у вас будет гореть не только жир, но и мышцы. Что нужно сделать? Нужно делать такие упражнения, чтобы они были тяжелы вам. И чтобы вы могли сделать несколько повторений. То есть где-то 4-5-6 повторений, не больше. Тогда мышцы будут расти, а жир будет исчезать. И опять же я хочу уточнить, что мы сейчас говорим про сохранение мышц и потери в то же время жира. Мы говорим не о том, чтобы похудеть вообще. Мы говорили об этом в прошлом видео. Об этом говорим, чтобы сохранить мышцы и похудеть. Если вы хотите, конечно, полностью похудеть вместе с жиром и мышцами, то вам нужно бомбить легкими весами и делать много кардиоупражнений. Это понятно. А что получается, когда вы бомбите маленькими весами и хотите сохранить мышцы и сжечь жир? Организм решает, так как вы сидите на дефиците калорий, да? Организм решает, что вам не нужны эти мышцы уже. И он начинает их сжигать, чтобы сэкономить энергию. Чтобы сэкономить ваши силы. Что это значит? Нужно беречь ваши силы, чтобы мышцы росли. Делать меньше подходов, меньше повторений. Третье. Уменьшайте длительность и частоту тренировок. Смотрите. При дефиците калорий у вас, естественно, остается меньше энергии, меньше сил. Поэтому вам нужно тренироваться меньше. То есть вам придется изменить вашу программу тренировок. Сделать тренировки гораздо укоротить их, да? Меньше подходов, меньше повторений. И тогда у вас будет хватать энергии на восстановление мышц. И энергия будет с запасом. Четвертое. Кушайте до и после тренировки. Многие люди считают, что если они худеют, то не надо есть до и после тренировки, чтобы калории больше сжглись. Но это неправильно. Организму нужно жить. Если вы не будете есть, то он будет просто в ущерб себе работать. Поэтому обязательно кушать до и после тренировки. Пятое. Избегайте чрезмерного количества кардио. Почему? Потому что кардио сжигает не только жир, оно сжигает еще и мышцы. Кардио очень полезно для людей, которые толстые и хотят реально скинуть вес. То есть килограмм 90 человек весит, ему надо похудеть до 50. Он будет бомбить кардио. Я кардио вообще не делаю никогда. Потому что у меня одна мышечная масса. И мне невыгодно будет, если я просто буду бомбить кардио. И у меня просто будут гореть мышцы. Это никому не надо. Мне нужно сохранить мышцы. А жира у меня и так нет. Поэтому если у вас есть жир, вы тоже не должны делать кардио. Ну или просто мало для разминки. 5-10 минут кардио вполне достаточно. Шестое. Не урезайте калории слишком сильно. Потому что слишком сильная урезка калорий может привести к потере мышечной массы и к потере силы. Вы не сможете тренироваться. Очень хороший результат это когда калории 20% в вашем рационе составляют. Вот это будет идеально для вашего похудения, не меньше. 7-ое. Контролируйте количество калорий в течение недели. Это очень важно. Есть в дни тренировок гораздо больше калорий, чем вы кушаете, когда вы не тренируетесь. Потому что когда вы тренируетесь, вашему организму нужно восстановление. То есть вы кушаете нормальные калории, в другой день, когда вы отдыхаете, вам нужно сократить до умеренного количества калорий. Потому что в этот день организм не тратит столько много энергии и калорий на восстановление ваших мышц. Что касается белка, белок остается 2 грамма на килограмм все время. И в дни отдыха, и в дни тренировок. Следующее. Сделайте себе перерыв. Наша воля сделана не из стали. И мы не железные. И наш организм не терпит дефицита калорий. Ему это в убыток, естественно, идет. Как если на машине без бензина, ну там с маленьким количеством бензина ехать, ей это плохо будет. Так и нам с маленьким количеством калорий организм просто будет умирать постепенно. Поэтому нужно делать перерыв. Сделайте 1-2 недели перерывчик. И кушайте, питайтесь нормально, как вы делаете это обычно, без диеты. Ну вот, теперь вы знаете все пункты, которые нужны для того, чтобы сохранить ваши мышечные объемы и потерять жировые объемы. И из этих пунктов 2 первых пункта самые важные. Остальные пункты идут как дополнение к первым двум. Вот, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, вся эта информация будет в письменном виде в описании. Вы можете себе ее взять, почитать еще. А так, спасибо за внимание. Покажите это видео своим друзьям. Пока!